Приветствую вас. Значит, начать мне свой ответ хотелось бы с того, что порадоваться за вас в плане улыбочки. Улыбочка-то хорошо, говорит о том, что вы себя воспринимаете не серьезно или не совсем серьезно, что, в общем-то, плюс в данном случае. Потому что, если бы вы воспринимали себя серьезно, то было бы гораздо сложнее, тяжелее. А так вы себя серьезно не воспринимаете и, в принципе, я считаю, это хороший знак. Значит, основная проблема ваша, как я понял, заключается в ревности. Вот. То есть, вот, вы чувствуете ревность, вы ревнуете свою девушку. Вот. И, вы знаете, пожалуй, первое, что мне бы хотелось вам сказать, это, наверное, то, что вам необходимо, вот именно вам, именно вам необходимо решить для себя самого, девушка ваша, она легкого поведения или нет. Понимаете? Понимаете? Потому что, поскольку поводов-то она вам не давала, вроде бы, вот, то, соответственно, нет у вас доказательств того, что она действительно, ну, что-то делала, да, действительно вам изменяла. И, соответственно, все убирается пока что в ваше собственное представление, в ваше собственное понимание, в то, что вы о ней думаете. Поэтому, если вы решили, что ваша девушка изменяла, да, то вам нужно либо гармонизировать отношения, вот, с ней, ну, просто гармонизировать отношения с ней, вот, либо расслабиться, то есть, на мой взгляд, вариантов тут особо больше, больше, больше нет, именно вариантов, потому что, ну, вы же не будете, да, ага, быть в отношениях с той, кто изменяет вам, вот. Мне кажется, что вы не будете, поэтому уже здесь очень важно этот момент для себя решить. Не менее важно, не менее важно взять ответственность на себя за свое решение. То есть, если, к пример, вы решите, что ваша девушка, значит, вам не изменяла, вот, если вы решите, что она вам не изменяла, вот, то это означает, что она должна быть вне подозрений, вот. То есть, в противном случае, просто, это не имеет никакого смысла, то, что вы дальше будете делать. Вот, если же вы, соответственно, решите, что она вам, наоборот, изменяла, то, опять же, за это нужно нести ответственность. То есть, в том смысле, да, что, значит, я решил, что, я решил, что не могу, допустим, тебе доверять, я решил, что, что не могу, значит, ну, быть с тобой спокойным, да, поэтому я с тобой расстаюсь. Это первое. Второе. Значит, вторая история заключается в том, что ревность, которая у вас, как правило, возникает у людей, во-первых, от неуверенности в себе, во-вторых, от страха одиночества, в-третьих, от недостатка собственной значимости, и, в-четвертых, от отношения к сексу, как чему-то излишне, я бы сказал, грязному, излишне, запретному, излишне, вообще, как-либо неприемлемому. Вот. И связано это, связано это, ну, естественно, с тем, что в детстве у вас были, вероятно, какие-то вот проблемы и трудности с этим. Ну, именно, вот, с доверием между членами семьи, может быть, и так далее. То есть, сексу здесь придается, ну, явно, чрезмерное значение. Вот. Явно. Сексу здесь придается чрезмерное значение. Вот. На мой взгляд, значит, данный аспект быть не должен. На мой взгляд, данная ситуация быть не должна. Вот. С вами. Значит, что нужно. Что нужно делать, да? Что нужно делать. Что нужно и что можно делать. Значит, ну, соответственно, если вы боитесь одиночества, то с этим нужно работать, безусловно. Вот. Если вы боитесь именно одиночества, то нужно принимать себя. Если вы, значит, не уверены в себе, то нужно смотреть, в чем конкретно вы не уверены в себе. И корректировать это. Вот. Ну, и так далее. Варианты здесь, они вот, в принципе, такие. Я думаю, что начать нужно с того, что для вас значит девушка ваша. Что она для вас значит? Вот. Какое значение для вас имеет, имеют отношения с ней. То есть, ну, какое она для вас имеет значение? Вот. Вот. И что вы к ней чувствуете? Вот, именно к ней, к ней что вы чувствуете? Конкретно. Что это за чувство такое? Если вы отделите это чувство от того, что вам хочется, например, для себя, то история будет гораздо легче, гораздо понятней вам. Вот. И гораздо легче вам будет выйти из вашего состояния. Вот. Вот. Вы пишете, что вы себя накручиваете. Вы думаете, значит, вы склонны сравнивать себя с другими людьми. Вероятно. Вот. В сравнение себя с другими людьми происходит не случайно. А берет свое начало, значит, в детстве. В том, что вы о себе думаете. В том, как вы себя воспринимаете. И так далее. Вот. Это, безусловно, очень важный момент. То, как вы себя воспринимаете. То, как вы себя видите. Вот. Без этого вряд ли вы сможете что-либо изменить в своей жизни. Без корректировки. Такого аспекта. Дальше, значит, вы пишете, пытаемся тебя накручивая, вы думаете, всякие плохие мысли в голове. Эти мысли ваши продиктованы некими чувствами. Вот. Очень важно понять, что это за чувства. Очень важно понять, какие ваши желания кроются за данной историей, за данной ситуацией. Вот. Это очень и очень важно. Важно. Потому что вы накручиваете себя совершенно не просто так. За этим стоят определенные желания, за этим стоят определенные потребности. Вы это делаете, потому что у вас есть... Значит, для этого все основания. Вот. Вопрос, конечно, конечно, заключается в том, что это за основание. Да. Вопрос заключается в том, чего вы хотите. Вопрос заключается в том, что вам нужно. Дальше. Так, моя девушка не такая. На самом деле, она очень верная, порядочная, умная с характером и серьезным взглядом на жизнь. Допустим, но вы-то не такой человек, правильно? Вы-то менее... У вас менее серьезный взгляд на жизнь. Я так... Подозреваю. А потому вы, возможно, в ней видите маму. Возможно, в ней вы видите для себя маму. Вот. И если это так, если это действительно такая история, то нужно вам становиться более зрелой личностью. Вот. На мой, опять же, взгляд. На мой, опять же, по моему, опять же, мнению. Вот. Понимаете? Так. Значит, дальше. Недавно она начала ходить в фитнес-клуб, занимается спортом. И там, тем более, абсолютно ко всем ее ревнуют, тем более, к тренеру. Ну, здесь, по сути, все продолжается. Да? То есть, вы боитесь, вы сравниваете себя с другими людьми, ээээ... Тигран. Вы... эээ... неуверенны в себе, вы думаете, что она вам изменится. Вот. То есть, здесь я предлагаю вам подумать о том, вот, что случилось бы, если бы она вам эээ... действительно, действительно изменила. То есть, ну, например, эээ... чтобы, допустим, вы думали о себе. Вот. Например. Ну, на мой взгляд, это довольно важный момент. Вот. На мой взгляд, это довольно важный момент. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? О чем переживаете? И так далее. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. Дальше. Эээ... Вы пишите, заговорили как-то про директора этого фитнес-клуба. Она вообще сказала, что он молодой с неподпиской. У меня после этого чуть не порвало от ревности. Как с этим бороться? Эээ... бороться с этим не нужно. Эээ... Вот. Нужно исследовать, эээ... ну, вероятно, да? Исследовать эээ... историю вашей жизни. Вот. И... соответственно, уже... эээ... после этого будет более-менее понятно, какие рекомендации вам конкретно давать. Вот. А вот это сейчас то, что вы... эээ... переступает... вот вам лишь нужно эээ... просто понять... Общий такой момент, да? Что... Проблема ревности, да? Она... эээ... ну, вас... кроется. Проблема ревности, да? Она ваша. И... что вам необходимо, обратить внимание на себя, бороться и подавлять, это не... тот путь, который... Принесёт вам... эээ... что-либо... эээ... насчёт... насчёт... ну, позитивное и хорошее. Вот. С другой стороны, очень интересно, откуда у вас вот эта вот позиция. Да? Откуда у вас эта позиция, что... Нужно... нужно именно... подавлять... эээ... себе... там, ну, вот... эээ... ревность, да? Бороться нужно с чем-то. То есть, откуда у вас именно... именно эта идея, что нужно... бороться... Вот. Мне... 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 мне думается, что... вы так и привыкли, возможно, подавлять свои чувства, подавлять свои желания, вот, и не говорить о том, что вас действительно волнует. Вот. Вполне может быть, кстати, что вы представляли себя с девочкой одним, а в действительности вы другой. Эээ... понимаете? Что-то тут, вот, история, она... Прям... она, в принципе, вот, именно такая. Эээ... действительно ли я сильно загоняюсь? Да. Да, Тигран, вы действительно сильно загоняете. Или всё-таки нет? Ну, вы же понимаете, что... вы просите нас ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ еще раз повторяю, что все находятся в данном случае в вашем сознании, вот, понимаете? И именно ваше сознание делает реальным то, что происходит, вот, сейчас с вами, поэтому моя рекомендация вам, да, она будет именно такой, не смотрите на то, загоняетесь ли вы или нет, это не нужно, не смотрите на это, смотрите на другое, смотрите на то, что вы чувствуете, на то, что вам хочется, вот что важно, понимаете? А иначе, иначе, иначе можно потерять себя. Вот, кстати, ваша ревность уже говорит о том, что вы, вот, как-то, знаете, идете, скажем так, по этому пути, по пути потери себя сейчас, сейчас, на данный момент, вот, потому что ревность это означает сверх мотивацию, это ревность одно из проявлений сверх мотивации к нахождению вместе с человеком, вот, а этого быть не должно, ну, то есть, такая история крайне нежелательная, вот, такая ситуация крайне нежелательная, для вас, опять же, вот. Смотрите, ревность, как бы, уничтожила не одни отношения, вот, ревность уничтожила не одни отношения, поэтому, если вы не хотите, чтобы она уничтожила и ваши, то, я рекомендую работать над собой. Нет, именно с теми аспектами, которые я сказал вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, надеюсь, что он поможет вам увидеть направление, направление, куда вам нужно двигаться, направление, куда вам нужно идти, вот, то, что вы обратились, сейчас, сейчас к нам, к специалистам, это здорово, это супер, это великолепно, но этого, к сожалению, недостаточно, и вам только еще предстанет работа над собой. Вот. Возможно, и девочка что-то делает такое, что, ну, что как-то вас, скажем так, провоцирует, вот, возможно, что-то она делает. И поэтому здесь очень важно, чтобы она знала о том, например, если вы будете работать с психологом, чтобы она знала, что вы это делаете, чтобы она была в курсе, и чтобы, ну, как минимум, поддерживала вас, потому что она страдает, да, вот. А как максимум, ну, желательно, чтобы она обратилась сама, ну, как минимум, несколько раз, да, просто поработала с психологом. Вот. Значит, смотрите, смотрите, что я хочу вам еще сказать по сути, по факту, да, что я хочу вам еще сказать. Любое упоминание о ревности, да, любое упоминание о ревности, девочку может, на сути, привести к подсознательному стремлению к этому. Поэтому, как раз, когда вам хочется ревновать, вот, а вы на первое время, это то, что вы можете сделать сейчас, направляйте свою энергию на то, чтобы делать, ну, для нее, вот, для девочки именно своей, что-то хорошее, что-то позитивное, вот. То есть, старайтесь именно, вот, для нее, да, проявлять по отношению, по отношению к ней позитив. Вот. Это, едва ли, не единственное, что вы сейчас смотрите, разумственно, понятно. Вот. Ну, и понятно, побольше обращать внимание на себя, понятно, побольше внимания на себя, побольше заниматься своими собственными делами, какими-то целями, вот, и ориентируясь на это, вы сможете немножко снизить такой вот градус ревности, которая сейчас имеет место быть у вас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я с радостью вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.